Продолжаем выпуск. В эти минуты Национальный Олимпийский комитет дает торжественный ужин по случаю очередной даты своего основания. Приглашены спортсмены, тренеры, бизнесмены, политики, журналисты и олимпийцы, представлявшие Молдову на всемирных соревнованиях в Рио. Их сегодня чествуют, но без денежных премий, которые обещало правительство. Об этом глава Олимпийского комитета Николай Журавский сообщил на состоявшейся накануне пресс-конференции. Официальный визит новоизбранного главы Олимпийского и спортивного комитета Румынии Михаил Кавалиу и подписание договора о сотрудничестве. Эти два события, собственно, и стали темой пресс-конференции. Партнерское соглашение между двумя спортивными организациями будет содействовать развитию молдавского спорта, заявил глава Национального Олимпийского комитета Николай Журавский. Впрочем, хорошие результаты у Молдовы есть. В прошлом году канаист Сергей Тарновский на Олимпийских играх в Рио завоевал бронзу, но победа сразу же вылилась в скандал. Международная федерация гребли обвинила спортсменов в употреблении допинга, но до сих пор не может это доказать. Месяц дается на то, чтобы они дали свое решение. Это должно было быть еще практически месяц назад. И вот мы ждем до сих пор и не имеем никаких ответов. У Сергея Тарновского пытаются отнять победу. Только в прошлом году он сдал более 10 проб на допинг. Все они были отрицательны, говорит Николай Журавский. Он добавил, что Олимпийский комитет будет идти до конца. Естественно, что у нас есть компания юристов, спортивных юристов, которые ведут это дело. И мы видим, что правда на нашей стороне, и мы будем добиваться этой правды. Нет медали, нет премий. Правительство выплатит их олимпийцам лишь после того, как решится вопрос с Сергеем Тарновским. Его результат среди молдавских спортсменов в Рио стал лучшим. Всего на Олимпийских играх Молдову представили 23 спортсмена в 9 видах спорта.